Следующая серия по Atomic Heart DLC, дополнение, Инстинкт Истребления. В прошлый раз мы спустились в подвал, ну опять в эти подземные помещения, насколько я помню, это комплекс Менделеев, и в нем мы должны собрать бусы, это такой, шарики такие собрать, короче, бус А называется, с помощью которых мы в центральный узел Элеоноры будем доставлять какую-то прошивку, чтобы она снова стала нормально себя вести, а пока Элеонора взяла под контроль весь этот центр, накаляется сюжет, точнее он уже накалился, давайте посмотрим, что там дальше. Вы меня, конечно, извините, но он меня ебет, блядь, он меня выебал. А я не попадаю вправо, ой-ой-ой. Блядь, ну а щит, щит не использовался и хилка тоже не использовалась. Да тихо, да тихо, а где щит-то? Сразу, просто шотнул? У нас последняя хилка осталась. Шот! Да тихо, ну, она меня шотает! Ебать! 4-6 дней позже. Вот это това. Что, да к щит спал? Меня зовут Велл Нест. На этом канале мы играем в игры и отдыхаем, и развлекаемся, и еще иногда разные полезные мысли мы здесь изучаем и исследуем. Вот так вот. В разных форматах, на разных платформах, все в описаниях, на всех платформах есть, там, где удобно, то, что удобно. Приглашаю вас смотреть в удобном для вас темпе. Здесь можно нажать кнопочку и запустить какой-то батл, скорее всего. Но, еще у нас есть вот это помещение, тут компьютеры разные. Мы его в прошлый раз зачистили, и компьютеры тоже обязательно почитаем, потому что в них есть всякие интересные штуки, интересные нюансы и всякие моменты, которые больше раскрывают сюжет, или персонажей каких-то, или просто этот мир. Поэтому очень интересно тоже будет почитать. Это мой самый любимый контент в этой игре, читать компьютеры. Но вначале попробуем что-нибудь запустить. Все-таки, чтобы с самого начала экшен был. Давайте. Хуяк. Все, вот оно. Это, видимо, нам его надо поймать, эту штуку. А, нет, нихуя. А, да. Она пригласила еще своих собратьев. Так, хорошо. Сейчас будет битва. Это босс! Они собираются в одну большую гигантскую структуру. Ебать. И чё? В человекоподобную хуйню соберутся, или в какого-то червяка? Не. В какого-то слизня собрались. Люстры. Люстра может служить в качестве оружия. Попробуйте выстрелить по ней заряженной атакой секатора. Окей. Правая рука, левая. Ебать! Правая рука, левая рука у нас есть. Хорошо, давайте стрельнем с заряженной. А! Так. А, она падает, я понял. Она падает. Я вас понял. Давайте стрелять. Мы для чего патроны копили? Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Блять. Чё-то я пока не привык к его атакам. Так. Нифига. Он еще и пинается. А я в него не попадаю люстрами-то нихуя. Я в него, видите, не попадаю люстрами. Он их перепрыгивает все равно. Давайте зарядим. Хуяк в него. Одак. Нихуя заряженная атака дамажит. Она намного сильнее бьет. Давайте заряженной тогда уебем. Так, надо съесть вот эту энергию, восполнить. Ой. А! А, все, я умер, да? Нет? Давайте отхилимся и вот так. Блять. Ну не еби. Ну не еби, тетя. Или дядя. Сейчас, сейчас. Пулять, пулять пойдет. Ага, все, это я помню. А я не могу этот лазер перепрыгнуть, что-то. Так, ну, а, мы одну руку отстрелили ему. Так, ну это мы уже умеем проходить. Это мы уже умеем. Они все уебутся в мой щит. Полимерный просто, и все. Они сами об него... Все? Все? А, опять, понятно, я понял. Так, у нас только левая рука осталась. Так, хорошо. Промазал. Промазал. Блять! Не пинай. Не пинай. Ааа! Как? Чего? Я случайно пуск нажал. Я случайно пуск нажал. Блять! А, здесь мы же тоже можем щитом здесь бить. Стоп, а мы что, ему по руке должны бить, типа? А, да, мы по руке должны стрелять обязательно. А, иначе мы ему не дамажим нихуя. А так? Вот так. О, щитом закроемся, отлично. По руке должны бить или что? Под по этой, да? Да, вот, по ней. Во, все, я понял. Все, я понял. Ща, ща разъебем. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот его. Ой, ебать! О, увернулся, смотрите. Нихуя себе. Так, надо в руку, в руку попадать. Ааа! Жри! Жри, жри аптеку. Тихо. Блядь, но он меня ебет, извините. Вы меня, конечно, извините, но он меня ебет. Блядь, он меня выебал. Он меня выебал. Вот чуть-чуть отвлечешься и все. А я не попадаю вправо. Ой-ой-ой. Он меня сразу же-то... Так сразу. Так, ну вот этих надо в бок уворачиваться телепортом. Типа, хорошо. Ааа, почему сейчас у меня это не получилось сделать? Так, еще раз. Еще раз. Прыгай, прыгай. Оп. Блядь. Блядь. Ну, а щит... Щит не использовался и хилка тоже не использовалась. Почему? Еще раз. Жак Фреско. Ааа, нет, ничего плохого. Ааа, я не успел. Блядь, загадки Жака Фреско здесь. Ну, пин... Ааа, ну ладно, от пинка будем щитом. Да тихо. Да тихо. А где щит-то, блядь? Хорошо, когда он бежит на меня, пинок надо щитом блокировать. Он тогда об щит будет ударяться, потому что что-то у меня телепортом не получается от него вернуться. Вот здесь надо подальше быть, тогда легко уворачиваться. Сразу? Просто шотнул? Он просто шотнул меня. Ну, хорошо, если мы вблизи от лазеров, надо тоже уворачиваться с помощью щита. Потому что если мы близко, он лазерем попадает. У нас последняя хилкаста. Шот! Шот просто! Вот это сложный босс. Вот это подогнали сложняти, оно называется. Да тихо, ну... Она меня шотает! Так, полимерный щит, техностазис. Вот, да, мы можем еще прокачать. Время техностазиса дополнительно и заметно увеличивает время его использования. Набирает энергию магнитного поля. Зачительно снижает получаемый урон, это нормальная тема. Установим. Все, ага. Давай, 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 добьем. Отлично. Перезарядка. Ебать! Вообще не сработало нихуя. Вообще не сработало! У меня там сзади какая-то хуйня. Дамажило, 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 дамажило. Так, ну это легко. Пока... Все, я научился от этого выворачиваться. Будет ко мне? Да, ко мне. Вот от этого... Что? Так... Щит спал! Щит спал! Щит спал! Ладно, еще раз. Еще раз. Ну? Вот сейчас я успел. Не надо мне гнать, блядь. Ой-ой-ой, пизда. Хилка-хилка-хилка-хилка-хилка. Ладно, давайте правую руку пусть с ней. А че они... А че не получается-то? Стазис. Отлично. Так, левая. Вот сейчас вот как-то боль на левой руке прилетела. Вот почему она не всегда так прилетает? Стазис раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стазис, блядь! Через раз работает как-то. Привет-привет. Чат потом прочитаю после босса. Чат после босса. Раз. И раз. И щит. Отлично. Стазис. Оп. Отменяем стазис. Стазис раз. Ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Во. Дамажим. Перезарядка. И оп. Прыжок. И стазис. Оп. Щит. Оп. Отлично. Щит. Отлично. И сейчас левую руку добьем. Отлично добили. Так, перезарядим на следующий раз. И побежали. Слапаем на пушечку. Замедляем их. Оп. Давайте в меня. В щиточек. В щиточек. В щиточек. Отлично. И еще в щиточек давай. Отлично. Так, ну у нас сейчас побольше хилок. Будет на следующую руку. Через замедло. Все. Еще одна. Все. Все, отлично. Берем вот эту штуку. А. Зажираем сгущенку. Блядь, а сгущенку сожрешь? Выпили, 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 выпили. И. Вот так. Через щит. Стазис, стазис. Стазис. Чит. Раз. Хорошо. Вот это сейчас было. Ох ты ж, хорошо это было. Хорошо. Отхиливаемся. Перезарядочка. Щит раз. Свапаем на эту. Замедло. Замедло. Отлично. Сюда. Щит. Оп. Давайте в щит. В щит свои удары все. В щит. Все. Так. И последняя стадия, да? И последняя стадия. Хорошо. Так. Сейчас будет первый удар. Это будет прыжок. Вот. А мы щитом закроемся. Щит. Щит. Раз. Два. Три. Четыре. Во. 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 Блядь. Так надо было через люстры играть все это время. Так. Ну сейчас еще. Это еще не конец. Еще можем сдохнуть. Оп. Щит. 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 И стазис. Раз. Застрял в них. Застрял. Щит. Раз. Все. Через щит получилось. Еще один, да? Все. Сюда его. Все. Все. Это еще не все. Это еще не все. Так. Тихо. А, все. А, какая милая бусинка. Она больше других. И будет восхитить. Она смажется к самому центре моей волшебни. Пошли в раз. Да гусь, блядь, съебись. Ну ты и кретин, Сережа. Ты думаешь, я тебя не прииграю? Да сдохни уже, гусь, блядь. Я же не закончил тебя унижать. Все, спрятался? Давайте пока соберем весь лут, который мы тут нагенерили. Хотелось бы сказать одну идею, о которой я немножечко поразмышлял на днях. Есть люди, которые пытаются задрочить все, что они делают, до идеала. Перфекционисты, так называемые. Этим людям мешает их перфекционизм. Они не понимают этого, им кажется, что должно быть все идеально. Но на самом деле перфекционизм – это обратная форма прокрастинации. Когда хочется каждую малейшую незначительную деталь задрочить до идеала, при этом человек боится выпустить уже конечный продукт и уже реализовать то, что он на самом деле хочет. Идея, которую я хотел сказать. Перфекционизм – это обратная сторона прокрастинации. И с перфекционизмом нужно бороться точно так же, как с прокрастинацией. Прокрастинация – это что? Это тревога, боязнь за результат. И из-за того, что человек боится этого результата, он максимально откладывает необходимые действия, совершает все, что угодно. Он может читать ленту в Инстаграме, мыть посуду, прибирать квартиру, еще заниматься всякой ерундой, чтобы только не начинать заниматься тем, чем действительно надо. Связано это с тем, что человек просто боится за результат, с этим связана тревога, и психика не хочет начинать дело, потому что не знает, что будет дальше. Вот перфекционизм – это то же самое, только когда человек боится уже наконец закончить, уже поставить точку, уже выпустить, уже опубликовать, уже все сделать, сдать работу, человек боится этого. И поэтому он задрачивает разные маленькие детали, которые не так важны, чтобы только эту работу не заканчивать. Поэтому перфекционизм – это обратная сторона прокрастинации. Если бы я был перфекционистом, я бы до сих пор задрачивал свой первый стрим по мафии. Первую серию, которую я записал по первой мафии, она получилась неудачная. Если бы я был перфекционистом, я бы доводил ее до идеала, и сейчас бы мы не Atomic Hard стримили, и у меня было бы уже не 116 подписчиков на YouTube, а у меня до сих пор было бы 0 подписчиков, я бы пытался эту серию выпустить, потому что все время она бы казалась мне не идеальной. И так бы я и не начал свою деятельность по стримингу и по записи летсплея, по блогингу. Я бы эту деятельность просто начать не успел, потому что первая серия должна быть задрочена до идеала, и все. Поэтому, чтобы бороться с перфекционизмом, нужно все-таки бороться именно с вот этой тревогой, которая возникает, когда начинается какая-то деятельность, результат которой тебе изначально неизвестен. Как бороться с этой тревогой, я в одной из серий рассказывал. Чтобы этой тревоги не возникало, нужно разбить всю задачу, которую мы хотим выполнить, разбить ее, декомпозировать под задачи, на процессы и на действия. Эти маленькие процессы, которые мы выполняем, не кажутся нам чем-то глобальным, и мы знаем конкретный результат каждого маленького процесса. И поэтому тревога постепенно уходит. Потому что у нас из неопределенности получается определенность. У нас была неопределенность, нужно решить гигантскую задачу, а стала определенность. Нужно решить, сделать вот этот маленький шаг, у него такой-то результат. Потом вот этот маленький шаг, у него такой-то результат. И тревога уходит. И второй способ, как бороться с перфекционизмом, это просто меньше думать. Просто работать, 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 выпускать, 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 публиковать, 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 идти дальше, вперед, 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 перелистывать страницы безжалостно. И не думать о том, о прошлом. А просто развиваться в своем деле и постоянно не бояться выпускать. Да, я понимаю, что мои серии, мои выпуски, мои записи, мои эфиры, они не идеальны, но это не мешает мне их публиковать и двигаться дальше, а то, что я сделал в этих эфирах плохо, это анализировать и в следующий раз пытаться эти ошибки не совершать. Получается два способа, как бороться с перфекционизмом, а с перфекционизмом надо бороться, еще раз повторю. Первый способ – декомпозиция большой задачи, второй способ – меньше думать, больше делать и не бояться ошибаться, потому что если вы делаете 90% дел без ошибок, то остальные 10% их можно забить и ошибиться. Эти 10% ошибок проще потом исправить, чем пытаться их не совершать. Поэтому чем больше делаешь, чем меньше думаешь, тем больше в итоге в жизни разных бенефитов и разных штук можно получить за счет этого, за счет того, что ты не стоишь на месте и не пытаешься задрачивать до конца. Да, на своих стримах я делюсь какими-то идеями, которые либо приходят мне в голову, либо о которых я размышляю в течение своей жизни. Все вот эти идеи, которые я пропустил через себя и реализую в своей собственной жизни, я рад делиться ими со своими подписчиками вот здесь, в своих прямых эфирах и в своих записях, делиться на, можно сказать, на широкую аудиторию. И если эти идеи, хотя бы одна из идей, которые я транслирую, будет полезна хотя бы для одного человека, для меня это мега-мега-мега-счастье и я буду супер-пупер, супер-пупер, мне будет супер-пупер кайф от того, что я кому-то помог. Мне закрыли мои компьютеры. Мне мои компьютеры закрыли. Так, а если я сейчас сделаю загрузить игру? Ага, то есть мне надо еще раз сохраниться, чтобы компьютеры почитать. Или не закрыли мне компьютеры? Посмотрим. Или не закрыли мне компьютеры? А куда его доставить? А, вот сразу туда надо. Хорошо. Ну, босс был сложный, явно. Все. Все. Хорошо. 5 класс она не открылась опять доставьте бусов приемный раструб эта штука она опять не открылась так что ли я хуй знаю что делать ребята но у меня игра багается блять вечно она вечно багается она погнулась он это отдыха зайти нельзя блять не я хуй знает ой блять ну что это за хуйня-то багнутая нам еще раз боссы что ли проходить нам сейчас еще раз боссы надо проходить она открылась все ебать и ребята нам повезло вы не представляете как нам сейчас повезло на следующую ступень в итоге она открылась послушаем правовчиков все кто уже стал участником коллектива воочию видят первые результаты всего за одни сутки цивилизация совершила социальный рывок недоступный без существования коллектива в мире исчезли государства границы правительство бюрократия неравенства в коллективе все равны авторитет любого участника определяется уровнем его научных знаний и вкладом в развитие человечества размер кошелька и связей в правительствах больше не стоят ни гроша ибо все что имеется на планете отныне принадлежит коллективу то есть всем нам вскоре на орбиту будут выведены все коммерческие роботы какие у нас еще не было на планете станет единым массивом содержащим все накопленные человечеством знания способности и возможности участников коллектива станут воистину безграничными коллектив обращается к тем кто все еще заблуждается в вступите в коллектив хотя бы на час поймите что это такое после этого вы можете не принимать участие в жизни коллективы если не захотите вас не будут ни к чему принуждать в любой момент вы можете снять себя устройством мысль и перестать слышать коллектив но мы это уже знаем что это нет неправда коллектив должен знать о вашем существовании чтобы обеспечить вас жилье и всеми необходимыми средствами знаем что это пиздеж основная масса человечества сделала свой выбор в пользу коллектива поймите как прежде уже не будет никогда дорога в дремучее прошлое закрыта навсегда прекратите бессмысленное сопротивление подойдите к любому ближайшему роботу и получить инъекции нейрополимера после этого вы примите свое решение в общем надо бы сходить на поверхность ну да но мы знаем что это пиздеж что на самом деле не устройство мысль тебя в коллектив погружает а инъекция нейрополимера это мы просто серии уже выяснили так сказать поэтому не надо нам пиздеть так все сохранение есть у нас открылась эта штука или нет на наш вход компьютером да у нас выходы компьютером открылись отлично все сейчас будем заниматься чтением будем заниматься чтением только вначале прокачаемся только вначале прокачаемся а давайте что послушаемся человечество сделала шаг на пути к вершине эволюции единому сообществу людей управляющих роботами силой мыслей более незнакомые пределы только что блядь и музыку выключено погушение непримиримые враги коллектива напали на выдающегося советского ученого прямо посреди комплекса человек а наши всеми любимые элегантные телохранительницы академика не оставили нападавшим ни единого шанса ебучие пироги у коллектива появились прямо враги что вообще происходит я понял то есть сейчас у коллектива кита враги появились поступок мы убили петрова сеченов начал говорить что вот у коллектива враги они на молотова напали и на сеченова напали но близняшки остановили все ну короче пропаганда идет полным ходом мы это поняли хорошо давайте прокачаемся оставшая классическая технология ускоряет время перезарядки способности а это хорошо так фокусирует магнитное завихрение внутри время временного пузыря на уязвимых местах противника значительно повышает входящий по нему урон хорошо так равномерно перенаправляет накапливаемую энергию магнитных полей на модули всей способны на модули всех способностей перчатки не знаю что это значит но давайте возьмем и идем читать компьютеры идем читать компьютеры так здесь мы чем мы все прочитали на человеческий разум не было хорошо мне страшно от секретаря дворцовой программисту старшему программисту отдела логике ампериану эдик мне страшно теперь все время напеваю это колебель колыбельную про укусик за бачок после нашей прогулки с тобой рассказав об и и я стала каждый день с рим шкафом общаться сначала она простые глупые вопросы давала было мило но потом все хуже и хуже стало она спрашивала если бы мне пришлось выбирать кто бы из родителей меня бросил а сегодня вообще спросила съела бы я свою собаку если бы умирала от голода мне кажется это не нормально эдик может мне ее как-то вы может ее как-то выключить ты же всегда говорил что нужен рубильник для и и понятно элеонора начала постепенно сходить с ума это получается пятьдесят втором году еще все втором году формула любви я пользуясь своими исследованиями изготовил состав который но который да что ты мямлишь вот как мне признался так и скажи да я просто хотел чтобы между нами возникло чувство и подумал что как еще эту проблему решить если не с помощью химических процессов то есть ты приворотное зелье сварил верно ваня говори мы же не в сказке ален я просто хотел тебя на свидание позвать а ты же у нас такая недоступная тебе ж только самых умных подавай во первых это неправда во вторых если бы ты мне сразу эту формулу показал то я бы без размышлений пошла состав-то гениальный вань так может может теперь сходим по сути он изготовил формулу какую-то видимо инъекцию которая заставляет человека влюбиться в другого человека с помощью вот этих полимеров интересно я так и не понял она влюбилась него или нет то есть получилось у него эту инъекцию ей засадить получилось или не или не получилось всем 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 от кого служба сообщений персоналу менделеева потеряли что-то в суете забыли ключи или портфель или не можете найти нужную научную статью вместо того чтобы искать самим найдите специалиста бывший архивный работник товарищ ванделеев может отыскать то чего вы даже и не пытались найти вандел ванделеев все тайное станет явным к это реклама агитационная как он это все найдет есть не спросить ру руководитель предприятия сеченов кому руководитель а по лебедев в будущем предприятия будет расширяться это очевидно и неизбежно пришло время подумать над новыми комплексами связанными не только с техническими и медицинскими специальностями но и с культурными да я помню что ты считаешь гуманитариев людьми низшего сорта как и большинство ученых однако хочу сказать тебе это указать тебе на эту фундаментальную ошибку я никогда не забуду как вдохновляли меня книги фантастов в детстве я хочу отметить что никакой нашей технической великой науки не было бы если нибудь так не было бы нибудь романтиков мечтателей физика химия нейробиология это конечно хорошо но рассказывать тайны вселенной нет смысла если нет сонма талантливых певцов этих побед здесь сразу две мысли сеченов говорит которые нам как исследователям мира настоящего они игрового в том числе тоже будут интересными первое это то что гуманитариев считают людьми низшего сорта вообще в принципе такое реально есть среди технарей условных технарей сейчас против нарей гуманитариев мы отдельно поговорим мне потому что это очень интересно что гуманитарии это люди которые ну условно у них не получилось с математикой физикой информатикой и там робототехникой и они пошли писать стихи и говорить и там не знаю писать сочинения и всякие пьесы и музыку на самом деле нет не так это просто две разные области знаний которые задействуют разные которые задействуют разные ну не отделы мозга да а разные грубо говоря разные науки разные области и так далее что-то более творческая но при этом в математике и в информатике и физике тоже без творчества никак тоже без творчества никак все задачи которые супер сложные уже по математике идут не стандартное уравнение и там 2 плюс 2 и равно 4 и так далее а именно уже сложные задачи какие-нибудь неординарные уравнения чтобы их решить требуется все-таки творческий подход и поэтому гуманитарный условный гуманитарный мозг тоже нужен и в технических науках это первое вторая мысль на самом деле я так считаю что не существует никаких гуманитариев и технарей есть просто люди которым нравится одно больше а другое меньше из-за того что им это нравится они фокусируют дальше свой интерес уже в конкретную область они занимаются только этой областью например какой-то технической и не занимаются другими областями например гуманитарными в силу того что просто один человек не может изучать все внимательно и досконально и очень глубоко человек может изучать одну максимум 2 какие-то области одну максимум где кита область и просто в силу того что им больше нравится работать с машинами механизмами математика и так далее они фокусируют свое внимание на этом и поэтому они становятся условными технарями на самом деле если бы они сфокусировали свое внимание на гуманитарных каких-то дисциплинах то они бы стали такими же гуманитарами От природы, я имею в виду, гуманитариев и технорей не существует. Это существует разделение только после того, как человек выбирает какое-то свое предназначение, свой научный интерес, свой исследовательский интерес, свой профессиональный интерес. Только после этого уже идет разделение на условных гуманитариев и технорей. И вторая, да, Сеченов тут прав, что и те, и другие нужны. Нужны и гуманитарные, ну не науки, да, скажем, а и гуманитарные дисциплины, и технические дисциплины. Потому что все разные дисциплины, которые мы изучаем, ну которые человечество изучает, будь то химия, будь то математика, будь то философия, будь то история, литература, языки, там физика, какая-нибудь робототехника, да и все что угодно, все что можно взять. Все эти науки и дисциплины, это просто разный взгляд на то, как формируется наш мир. То есть это разный взгляд на исследование мира. То есть и те, и те, и другие, и третьи, они изучают, как устроен мир только через призму своих каких-то, ну своего научного интереса. То есть через призму химии, через призму биологии, как там процессы внутри происходят, через призму литературы, какие-то более абстрактные понятия, через призму философии, какие-то понятия о человеке, о культуре, о становлении человеческого в человека, через математику, через четкие выверенные формулы и процессы. Это все о том, как устроен мир просто через разные призмы. Поэтому важны и те, и другие. И тут я с Сеченовым полностью согласен. Хорошо. Редактура статьи Гарана Вишнича для Стенгазеты. От секретаря Дворцова, архив Стенгазеты. Как химики мы лучше всех знаем, насколько зависимости и опасные наркотики смертельны для любого социума. И сегодня речь пойдет об опиуме, но не обычном, а о том, который для народа, то есть о религии. Вы знаете, коллеги, кстати, религия это тоже, по сути, способ познания мира, как и научный способ познания мира. Есть религиозный способ познания мира. Какие два сообщения хорошие. Вот такое нам поле для дискуссии они предоставили. Вот эти два сообщения, которые мы, по сути, прочитали в игре. Это все о том, что важно не то, как мы игры проходим, а то, что из игр мы берем для реальной жизни потом в дальнейшем. Вот здесь создатели игры нам предлагают поразмышлять над разными всякими аспектами, философскими и научными, в том числе. И за это мне нравится Atomic Heart. Об опиуме для народа, то есть о религии. Вы знаете, коллеги, что в мире появилось новое модное религиозное течение, а именно церковь коллектива. Да, я уже вижу ваши улыбочки и слышу хитрые шутки, но ситуация крайне опасная. Коллектив был создан как торжество человека и науки, а любая религия является антиподом этих вещей. Религия принуждает верить, а не знать, подчиняться, а не творить. Как же все-таки еще слаб человек, если даже в эти дни торжества разума он ищет надежду в собственных фантазиях. Что религия, что наука, это все способ структурирования знаний о мире, о жизни и смерти и так далее. Просто для некоторых не подсилен научный способ познания. И они... мир это хаос, в принципе. Мир это хаос, но в мозге человека есть такая функция, которая пытается найти объяснение тем или иным событиям. То есть превратить этот хаос в порядок или в иллюзию порядка. Религия это один из способов превратить хаос мира в голове в своей в порядок. И наука это тоже способ превратить хаос в порядок. Но наука опирается на доказательства, на исследования, на большие выборки и так далее. На гипотезы в том числе. А религия опирается только на веру и все. Кому-то достаточно научной точки зрения. Кому-то не хватает этого или они не понимают этой точки зрения. И они уходят во всякую религию, в астрологию. В гадание на Таро и в прочую мистику. Ну вот так вот уж устроен человек. И нам здесь показывают то, что даже в мире, где уже все, наука скакнула прямо супер вперед. Изобрели какую-то супер штуку, супер материал, который способен передавать знания. Который способен объединять в сеть роботов и людей. Все равно люди пытаются объяснить, пытаются структурировать эти знания с помощью религии. Интересная такая штука. Интересная гипотеза. Интересная деталь, интересный нюанс. В этой планете в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. И это не просто громкие слова. Все, кто уже стал участником коллектива, воочию видят первые результаты. Всего за одни сутки цивилизация совершила социальный рывок, недоступный без существования коллектива. В мире исчезли государства, границы, правительство, бюрократия, неравенство. Кстати, Сеченов-то он в том числе гуманитарий. Он умеет хорошо запиздеть. Он умеет придумать маркетинговое какое-то объяснение, выход из ситуации сложившейся. Он именно гуманитарий. Хотя он при этом еще и вроде как химик, потому что он изобрел полимер. Но он и хороший управленец при этом. Вот тоже, тоже интересная деталь. От кого? Старший отдел контроля Академии Последствий Аксаков. Старшее отделение, наверное, не знаю, ладно. Отдел контроля Академии Последствий Полим. Сверка данных. Кто отвечал за заполнение карточки Полим? Это форменное безобразие. Ни точного описания действия. Ни приличного следственного анализа. Что значит меняет цвет под настроение? Что такое настроение? Вы вообще определяли? Как этот сгусток полимера в пигменте понимает это самое настроение? Как он влияет на носителя? Кроме всего прочего. Вам не кажется, что целому классу сотрудников следовало бы ограничить право на его использование? Как то Аргентум и другие сотрудники, работающие в поле, товарищ Филатова вот уже спрашивала, интересовалась. А она, между прочим, из высших, так сказать, чинов. Ну и начальники с зелеными волосами, это же совсем из рук вон. Ну, какой-то консерватор пишет, ничего не понимая. От кого? А по... Руководитель АПО, профессор Лебедев. Личные заметки. Вот есть у нас комплексы, названные в честь выдающихся ученых прошлого и настоящего. Менделеев, Павлов, Вавилов. А что будет дальше? Появятся ли у нас на предприятии комплексы, посвященные тому, что мы сейчас считаем невозможным? Телепортация, управление временем, гравитация. Каким будет название новых комплексов? Фамилии новых, воспитанных коллективом гениев? Или же просто назовут их комплекс телепортации? А может и не будет у них названий? Ибо отпадет нужда в самом предприятии, и все человечество станет ученым сообществом. Я хочу увидеть будущее, но пока что ради него нужно крепко заняться настоящим. Просто Лебедев в своем личном дневнике рассуждает о том, как будет устроено будущее. Немного заглядывает, такой, как сказать, роль футуриста на себя берет. Пытается предположить, как будет устроено будущее, и сможем ли мы управлять временем, и так далее. Что-то еще хотел по этому поводу сказать? Не забыл, не забыл. Ладно. Все на турнир. От кого? Руководитель кафедры взрывных реакций. Турчинский персонал Менделеев. Дорогие коллеги, представитель горисполкома города Озерска товарищ Шальников учредил проведение турнира по внутрисетевой компьютерной игре «Хатабыч» третьей версии. Принять участие может любой желающий в социальном рейтинге выше 7,5. Призовые позиции, три путевки в КНР, в КНР. Здесь, кстати, есть социальный рейтинг, я забыл про это. В этом мире уже его ввели, получается, этот социальный рейтинг. О, лут. Хорошо, дальше идем. От кого? Руководитель кафедры взрывных реакций Турчинский. Архив сетен газеты. Отключенных боевых роботов сегодня вывезли с Сахалина. Не совсем понятно, когда их вернут в строй. Да, и есть ли в них теперь нужда. В случае гипотетической войны нам хватит танков, бомбардировщиков, артиллерии. Да и после такой встряски и такого ужаса люди хотят только мира любой ценой. Теперь я понимаю, что чувствовал Опенгеймер. Отвратительно. Забыл, кто такой Опенгеймер. Я, если честно, это какой-то ученый вроде. Но я, если честно, забыл, кто это. Поэтому ничего не могу сказать по поводу той заметки. Кого? Профессор кафедры физики химии Хейсамов. Архив сетен газеты. Поистине велик человек будущего. Человек науки. Еще несколько дней назад кошмар и ужас вокруг. Кстати. Вот по поводу вот этой заметки. Что я хотел сказать. Интересная мысль. То, что он рассуждает по поводу названий. То, что сейчас, например, какие-то комплексы называют в честь ученых, выдающихся. Почему у нас сейчас, вот если так вот повспоминать каких-нибудь ученых современности, например, ученых, которые сейчас творят, изучают, мы не можем вспомнить ни одного имени. Потому что этих ученых нигде не рекламируют. В честь них не называют улицы. В честь них не называют какие-то научные, их, например, открытия. В честь них не называют... Ну, то есть их никак не рекламируют, вообще, в принципе, этих ученых. Которые сейчас работают. Вот в России, вот так вот, если сейчас сказать мне, назови одного или там двух-трех каких-нибудь современных ученых, фамилии, которые работают там, не знаю, в авиации, физике, в химии, в информатике, хоть где, в биологии, я не назову. Я реально, потому что я не знаю. Потому что их никак не популяризируют. Но зато, если мне сказать, назови имя какого-нибудь спортсмена, я сразу же назову там, не знаю. Это Евгений Плющенко фигурист, и Сымбаева легкоатлетка, это прыгунья с шестом, какой-нибудь там, ну и так далее. Потому что почему-то спортсменов рекламируют, а ученых нет. Удивительно. Все-таки, наверное, хорошо бы, если бы среди детей и подростков рекламировали, условно назвать это, рекламировали в кавычках. Ну, не пропагандировали, но как минимум посвящали и информировали о том, какие сейчас происходят научные открытия, и кто эти открытия делает. Потому что так-то это, на самом деле, важнее, чем спорт. Как по мне. Актеров тоже мы из всех знаем. Ну, короче, вот так. Интересный нюанс, о котором интересно поразмышлять. Поительный велик человек, будущий человек науки. Еще несколько дней назад кошмар и ужас вокруг. Казалось бы, явственно заявили о том, что работа предприятия парализована и навеки остановлена. А нет. Воспряли, восстали из пепла и страха сердца и умы. И когда почти никто не верил в чудо, сами это чудо создали. Люди возвращаются к работе и снова запускаются химические реакции дружбы, поддержки и упорства. Нет, не сломить человечество никак, пока оно имеет волю и цель. Разум ведет. Мы же химики. Интересно. Намек на то, что среди тех химиков и среди этих химиков есть какая-то конкуренция. Если они зовут их попробовать, мало ли они там что в эту еду. Может, они на них хотят испытать непонятно что. Ну, и если они там заболеют или сдохнут, не страшно. Просто ради конкуренции. Я так понимаю, это намек на это. Что пусть они вначале сами попробуют, а потом уже как они попробуют, тогда и мы попробуем. Потому что среди, видимо, разных отделов этих химиков здесь, в научном этом сообществе, существует конкуренция за всякие регалии, за, я не знаю, там, гранты, за научные исследования и все прочее. Так, едем дальше. Я так понимаю, это на это намек. Если кто-то думает, что это про что-то другое, напишите об этом в комментариях. Так, здесь мы все зачистили. Все, последний компьютер, который мы читаем. От кого научный сотрудник Громов ЗК? Прошу перепроверить и при необходимости откалибровать ДОКа в медкорпусе номер 4. Просил пузырек валерьянки на 400 капель, он накапал 402. Пустая отрата средства, так как не соответствует системе приема, разберитесь, раздражает. Что за ДОК интересно такое? Что за ДОК? Что-то неужели две капли так сильно повлияют? От кого инженер Семенного фонда Андреев, старший лаборант Серебренников. Милому другу по переписке, надеюсь, у вас в Менделееве все хорошо, связь через груши барахлит, наверное, от нагрузки сети после запуска коллектива, но я надеюсь, мое письмо ты все же прочитаешь. Каждый день читаю обновления груши, это вот эти компьютеры. Каждый день читаю обновления списков погибших погибших и выживших и всякий раз радуюсь, не находясь твоего имени в первом, но кручинюсь не находя и во втором. Кто бы мог подумать, что еще неделю назад в нашей с тобой, дружище, главной проблемой была партизанская войнушка наших ботаников с вашими химиками. Напиши мне, как сможет, дружище, я знаю, что ты жив, иначе и быть не может. Печально. Печальное письмо. А по профессор Лебьев. Опять, то же письмо размышляет о ценности человеческой жизни, что до этого, до какого-то печального события ему было важно лишь там, ну, какие-то условные такие баталии между химиками и биологами, а сейчас ему самое важное это все-таки жизнь человека, жизнь его друга. Про это не стоит забывать. То жизнь человека ценна. Руководитель АПО Лебедев архивтинг газеты. После того, как проект СССР был официально прекращен, и наша планета уверенно начала идти по пути республики коллектива, я все больше и больше убеждаюсь в том, как глупы были идеи старого мира, а самой глупой из них была война или предвоенное противостояние между США и СССР. Земля и все человечество это огромное тело, биосфера, организм, странные народы, органы этого организма, странные народы, органы этого организма. А может ли быть что-то более глупое, чем война органов? Мир, заговор, ой, мир, разговор, коллаборация это наиболее выигрышная стратегия, а худой мир всегда лучше любой доброй ссоры. Война и страх уделал стариков и глупцов, но к нашей удаче на днях человечество переродилось и человечество поумнело, и качественно поумнело, и в этом есть заслуга каждого сотрудника предприятия 3826. по сути, он пишет о том, что мир идет постепенно к полной глобализации, что уже люди не будут делиться на страны, и все человечество будет работать на благо всего человечества. Не будет никаких войн между народами. Ну, точнее, человечество стремится к тому, чтобы все вместе уже работало как единый организм, а не как разные страны там и так далее. Так. О! Для секатора нам дали энерго... энергию. Вот этот прокачаемо. Увеличивает урон. Неплохо. Увеличивает отдачу. Ну, пусть увеличивает. Ну, и скорострельность. Увеличивает урон, увеличивает точность. Все, все, прокачали. На этом все. Ну, убили босса, почитали про лор что-нибудь. Посмотрим, что будет дальше. Пока пятую бусину из восьми нашли. Еще три нам остается где-то надыбать. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok